2019 год, выставка Рождественской, так что я хочу вас искренне, от всей души поблагодарить, поздравить за то, что мы прожили этот год. Несмотря на все трудности, мы прошли все выставки по плану, которые мы допланировали, поэтому принимали участие наши художники. И персональные здесь были выставки, общие были выставки, достойно были представлены. И сейчас тоже хорошая зимняя такая выставка. Хочу, чтобы у вас действительно зима, ну у нас зимы нету, но так чувствуется. Я хочу, чтобы у вас было действительно хорошее, доброе, искреннее, семейное благополучие, душевное, настроение хорошее. В душе весна, чтобы было, невзирая на все трудности, которые были. Будем надеяться, и мы живем надеждой, что Новый год нам принесет удачу. И мы желаем всем всегда, и все поздравляют друг друга, такой обычай древний. Поэтому я еще раз хочу присоединиться к тем добрым, хорошим словам. Дай Бог, чтобы мы прожили, начали Новый год без потерь. Дай Бог, чтобы удача была. Дай Бог, чтобы все сложилось так, как мы задумали и наметили свои планы. Я хочу сказать, что, друзья мои, невзирая на все это, хочу от вас хороших работ, хороших композиций. Вы знаете план, уже составлен план, вы ознакомитесь. Вот у меня сегодня человек говорит, а где взять план за 19-й год? Уже конец 19-го года, а они член Союза. А куда, как взять, где план взять? Ну, это просто насмешка какая-то, понимаете? Кто хочет участвовать в выставках, тот знает, где взять план, куда подойти, обратиться. Планы лежат все время в Союзе художников. План выставок над Греческой, план выставок здесь, персональный. Там у нас в этом году будет очень много выставок. Выставки будут длиться по 12, 10, 12, 11 дней. Потому что в выставке очень много желающих участвовать в выставке. И планы у нас разные, там вы ознакомитесь, очень хороший план выставок. Все виды изобразительного искусства там показаны. Поэтому принимайте участие. Я не говорю, чтобы каждый на все выставках участвовали. Но член Союза в год может два раза выставиться? Может. Поэтому, пожалуйста, по плану запланируйте себе. Потому что на сегодняшний день, вот смотрите, и будем об этом серьезно говорить, и в Киеве об этом даже говорят. Получили звание художники, да? Я не буду называть фамилии, вы сами знаете всех наших заслуженных художников. И из 30, у нас 36 званий. Из 36 званий у нас где-то человек 12, ну, 15 выставляются. Остальные до побачения, спилка художники. И об этом тоже будет речь идет, по поводу выставок, по поводу участия в выставках, по поводу активности на выставках. Это тоже идет речь. Это говорит о том, что люди игнорируют Союз художников. А сейчас, на сегодняшний день, очень-очень это печально. Потому что, насколько я знаю, была сейчас встреча в Академии художеств, в Академии образотворчивого мастерства с министром культуры. И человек далекий от культуры. Это на полном серьезе. Шувин хочет отдогнать кафедру изобразительного искусства национального. У этого все этого не было. Щебыкин в этом, в Венгрии. И они так наехали, что наш общий друг Белянский такой есть, художник Саша. Он когда поднялся, они часа полтора унижали всех преподавателей и прочее. Так он когда поднялся, он говорит, я заслуженный деятель искусств. Я профессор кафедры. И на каком основании вы пришли сюда и нас пугаете, что вы закроете эту кафедру? Вы ее открывали, эту кафедру, этот институт. Нам уже больше ста лет. Кто вы такой на сегодняшний день, что вы хотите полномочия такие... Ты министр культуры? Там так наехал на их всех, что спрашивают, кто вы такой на сегодняшний день. Он говорит, я министр. Нет, звание, специальность какая у вас? Он так и не ответил. А он говорит, а я художник, я профессор и я заслуженный деятель искусств. И мы не позволим вам разбазаривать и вот так унижать и оскорблять художников. Это я говорю к тому, что вот наша активность, наша вот такая сила, вот это нас и спасет. И тоже будем давать бой и прочее. Вы сами знаете, что на сегодняшний день очень трудно художникам выжить. И мы это знаем. Выживают только художники, те, которые работают, которые имеют какую-то зарплату. А остальные художники, вот сидит как раз наш друг, почетный член Союза, он это напишет и в газете. Поэтому мы всегда должны, наше оружие это наше творчество. И я, пока я председатель, я от этого, от вас всех буду требовать. Картина, картина, картина. Хорошая работа. Этюдами мы не делаемся. Думайте и о тематических картинах, и о портрете у нас там будет, и выставки разноплановые, и картины будут в этом все. Потому что этюды это начало работы творческой. Поэтому я хочу у вас, это предисловие, но хочу сказать, что мы прожили этот год достойно. И будем надеяться, что мы и встретим, и будем в 2000 год достойно на выставках участвовать и принимать участие. А тех, которые не принимают участие, я буду лично каждому звонить. Начиная Межевчука, начиная ваша академия, где ваше, это все, Палатников, Синишин, Светлана Солодовник. Вот зачем поступала человек в Союз художников, Солодовник? Вот я открыто, поступил человек в Союз художников, и мы ни разу не видели ее на областных выставках, не говоря об этом. Об этом будет тоже идти разговор в Киеве по поводу членов Союза художников. Так, это не запугиваем, а это открытый такой разговор у нас. Так, я хочу сказать пример такой. Я горжусь, что у нас есть Лозовский такой, я горжусь, что есть вот такой Николай Сергеевич. Я горжусь, что у нас идут такие активные Лоза Наташа, которые на каждой выставке участвуют, на каждой выставке участвуют. И я стараюсь не отставать от них. Вот поэтому вот таким я всегда протягиваю руку дружбы, руку помощи. Вот таких я ценю художников, которые живут нашим Союзом художников. Потому что одному очень тяжело. А когда есть вот такая сила единомышленников, сила вот таких творческих хороших работ, вот это приятно. И на этой дружеской ноте я хочу вручить почетную грамоту Лоза Натальи Адольфо. За вагоны творче досягнули. За вагоны творче досягнули. И все, здесь 25-летие. Друзья мои, ну я хочу, эти дипломы у нас есть. Мы отметили краще работы. Так, Володя озвучит. Краще работы? Не, не, ты должен по памяти. Я могу ошибиться на каком-то слове. Не то. Я помню, что ДПИ секция, да, в этом году у нас, у нас такой аншлаг у нее почему-то. В этом году живописцев оказалось недостойное почетование. Так, вот. Хорошо, у тебя сломано. Ага, мне, да. Ну хорошо, спасибо. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством. У нас, кстати, к этому видео столько приурочено. Послезавтра уже будет католическое Рождество, если я не ошибаюсь. И через две недели уже православное. Праздник за праздником. Но вы не расслабляетесь. Все равно писать надо, рисовать. Зима, не загорай, не снег тоже будет. Пожелать вам всем творческих успехов, востребованности как художникам. Всем, невзирая на специальность художественную. Чтобы не сохли палитры, чтобы не тупились резцы у графиков. Чтобы глина была под рукой у скульпторов. Ну, всем-всем, всем нам благополучия в следующем году. Еще хотел бы от сердца и от художников поздравить. Поблагодарить Анатолия Александровича вас за то, что вы этот год очень большой вклад сделали для Союза. И, кстати, премии Божия в этом году. И ваша вся трудовая деятельность на этом поприще просто дорогой осталось. Поэтому спасибо вам. Ну и... Сейчас Анатолий Александрович Илья зачитаю. Фамилии номинантов. Кто у нас? Людмила Баганчук. Баганчук, Людмила, выходи. Лучшая работа. Анатолий Главенчук. Анатолий Главенчук. Анатолий Главенчук. И котик. Котик наш. Довиченко. 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 Аня, нет. Нет, птичка, птичка. Нету? Опа. Так. Мы на работу на работу в школе. Так, что, снимаем... Это нас в школе. Это, кстати, Довиченко. Давай, Довиченко. Три номинанта получат диплом. Вот, мы их... Ну, и вам слово, но надо все разложить. Честно говоря, у меня такой, как говорится, перед новогодний подарочный период, и работа прошла на всеукраинскую выставку, и здесь две работы набросно взял, я и здесь две, но для меня это вообще был первый отбор на выставку за такой длительный период времени, я вам не знаю, супруга говорит, участвует, ты уже художник поколения, потому что меня окружают в семье все члены Союза художников Украины, два члена Союза художников СССР и существующего уже, и в этом у тебя по профессии я сам не художник, у тебя инженер-механик, но когда варишься с художниками, и работа в основном декоративном прикладном, в живописи я могу только критиковать, смелости не хватает, во всяком случае взять кисть, что-то сделать, ты можешь уже преподавать живопись и рисунок, связан, потому что опять же студенты рядом находящиеся, работа с детьми, то есть тоже педагог, это подклевывать у детей, но очень приятно, еще и дефон, лучшая работа, она настройка, действительно, я давно с Союзом, поговоря, и общаюсь, и поэтому спасибо большое, такую видзнаку по-русски я даже не знаю, как сказать. Спасибо. Всем художникам, спасибо. Я хочу поздравить всех с наступающим Рождеством, и вот для меня Рождество это самый красивый и главный праздник моей жизни, и у меня как Вехова я стараюсь на Рождество обязательно работу сделать, а как раз с этой у меня получилось, я на всеукраинскую несла, несла, ну, та не, она что-то не годится, и не донесла, ну, все-таки донесла в другой раз, и спасибо, что вы ее оценили, и вот для меня Союз художников нас многие спрашивают, ну, что тебе дает Союз художников? Одно дело, когда я сама говорю, что я художник, другое дело, когда мои коллеги и уважаемые художники называют меня художникам. Для этого, это для меня и стимул дальше к работе, и мой статус, так что спасибо Союзу художников, и всех с праздником. Вот у нас здесь Николай Митрофанович, наш уважаемый, тут два слова, как молодой человек, но я должен сказать, что праздник Рождества всегда был живой, всегда любимый, всегда общенародный, потому что менялись условия социальные, фортийные и так далее, но Рождество и Пасха всегда отмечались. Я помню в своей жизни, вот, раньше делали качели на Пасху, допустим, вообще иначе отмечали. Сейчас это пущено на такой поток коммерческий. Вот мы приходим куда-то, да, и продаются Пасхи, много, продается что-то там, крашенки какие-то и так далее, и так далее. Все, что раньше делали люди своими руками, вот, сейчас пущено на поток. И единственное, что я говорил, когда отбирали работы, что очень трудно собрать работы после республиканской выставки. Вот на республиканскую отбирали работы, а я думаю, что-то маловато получается для областной выставки. И мне очень даже приятно сейчас увидеть такое изобилие, потому что единственный союз, который живет и развивается, пополняется молодежью, это союз художников. Почему? Потому что мы воплощаем радость, мы даем, воспитываем души людей этим своим творчеством. И, конечно, великолепно, что выставка состоялась. Я должен присоединиться к вам, потому что Анатолий Александрович действительно предан этому союзу. И действительно его стараниями создаются вот эти вернисажи большие. Единственное, что мне кажется, что наши выставки пока что живут один день, вот на открытии. А потом уже как бы такое, ну, вялое что-то существование. Я бы хотел, чтобы не только открытия были нашим праздником общим, а и в процессе пребывания и экстранирования работ, чтобы это продолжалось, чтобы это было действительно воспитанием для человека, для художника. Потому что, вот смотрите, умер союз театральный, казалось бы, массовый такой, массовый. Союз писателей ели там что-то сшевелится. Да нет, працю я спил. Ну, працю и журналисты в основном. Да. Потому что, я знаю, о чем я говорю. И союз архитекторов мало влияет на ситуацию в городе. Видите, вырастают высотки. Где попало? Я спрашиваю архитектора, как вы допускаете вот такое безобразие? Он говорит, мы не можем противостоять против денег, против взяток, против коррупции, огромной коррупции. И мы знаем, что в этой сфере действительно вращаются огромные деньги. И мне очень жаль. Я очень люблю разные стили в архитектуре. Это недопустимое. Такое прекрасное здание возле железнодорожного вокзала залеплено кондиционерами. разрушено все абсолютно. Не дай бог, вот мы должны как-то больше влиять на ситуацию в городе. В эстетическом плане. Мне кажется, если вот мы сумеем, вот я вот знаю в театре, когда артист владеет залом, это великий артист. Великий артист. И очень много случайных людей, которые приходят и еле-еле там что-то барахтается. А вот такие вот вещи, они нужны, потому что раз такой мощный союз художников, мы должны влиять больше на ситуацию в городе, в Одессе, нашей любимой. И дай бог, чтобы нам это удалось. Я вас поздравляю всех с наступающим Новым Годом. Искренне желаю вам удачи творческой, здоровья, радости бытия. И дай бог удачи действительно такой, ну как есть у Митерлинка синяя птица, чтобы каждый из вас поймал пирог синей птицы. Спасибо. Да это трость. Пожалуйста, Алексей Маликов. Уважаемые друзья, рад вас приветствовать на этом замечательном вернисаже, который у нас получился. И как бы, находясь в составе нового управления, я так вижу, что у нас достаточно активная, напряженная жизнь там идет, и процесс такой, напрягаемся, и это хорошо. Потому что, как говорится, без этого напряжения не будет результата. Очень, конечно, правильно было сказано предыдущим ораторам, нам не хватает здесь какой-то, наверное, рекламы, или что, чтобы все-таки сюда как-то больше шел. Хотя, я вам скажу, сегодня народ никуда особо не будет. Не знаем почему. Но стремиться это делать, безусловно. И вот, пользуясь случаем, именно сейчас я хочу всех пригласить на следующий проект, который состоится в этом же зале, 21 января. Он будет другой по своей характеристике. Но я хочу подчеркнуть, что Союз имеет два крыла. Одно авангардное, другое более традиционное. И, когда мы летим, как говорится, опираясь на два крыла, наши выставки, они более шоу-подобные. Более, как говорится, привлекают внимание зрителя. И это мы должны использовать. Как бы не пытаемся там, как говорится, бороться и давить друг друга за то, что ты авангардист, или за то, что ты классицист, или как традиционалист, или навазер. Это все, как говорится, слагаемое одного процесса. Поэтому я предполагаю, и думаю, что это возможно, и приглашаю всех, кто, скажем, больше занят какой-то определенным управлением, поработает. Но попробуйте что-нибудь сделать в другом ключе. А вдруг это для вас будет некое открытие? Почему нет? Поэтому от души приглашаю на следующий проект. Молодежь! 19 числа у нас отбор в этом же зале. Но там уточнить надо будет по времени. Так вроде же уже это прописано. Платишь? Нет. А когда? Анатолий Ставич, тогда скажите сейчас, когда? Там мы изменили план. А кто может сказать точно? Потому что я думаю, что эта информация сейчас очень важна. Это следующий проект. Информация будет на фейсбуках, на интернете нашего союза. Хорошо. И все плановые столовые наши. В любом случае, через интернет, через фейсбук, я буду, как говорится, пытаться общаться с нами, с вами. А тема? Яблоко и цивилизация. Что это такое, ребята? Я не знаю, что это такое. То, что вы сделаете, и мы увидим, что это такое. Вот почему-то некоторые предиата пишут, что это яблоко и цивилизация, это что-то плохое, это что-то неправильное. Да я же не знаю, что это такое. Это интрига. Поэтому пытаемся... Это шоу. Это надо ответить на вопрос, что это такое. Спасибо большое. Удачи всем. Спасибо. Что вы хотите сказать? Ну, ну, что, у меня нет. Сказали, ну, что с ним. Да, ну, сейчас. Так, где Борис Геннадьевича вроде? Ее нету Борис Геннадьевича? Только что вроде был. Так, я хочу сказать, что вот посвящение мы сделали. Молодым художникам. Это кандидаты в Национальный союз художников Украины. Молодые набрали 2-3 всеукраинские выставки. Они уже являются молодые художники, кандидаты в Национальный союз художников. Это Юля Стрельбицкая. Если кто-то... Но я могу передать. Не надо. Мы лично ей вручим. Это документ. Мы ее вызовем направление. Вручим, как было. А так, то передать это ей. Не надо. Мы это вручим ей. Пожелаем ей творческого удачи. Стекло. Она делает стекло. Керамическое, декоративное. Николай Сергеевич, что бы вы нам сказали? Что бы нам сказали? Мы видим ваш фотор-репортаж. Что дорогого тоже стоит. Шановные друзья, я витаю вас. И витритам выставки. Витаю вас наступающим. В этом ровном мире живом. Что обожаты нам все. И нам всеми спивцям и каждому художнику. Это главное. Гарные родители. Хочется, чтобы были выставки. Чтобы... Потому что никакое шоу не заменить в гарный дверь. Как ты не танцюешь, работа погана, то ничего не будет. Поэтому главное. Гарные работы. Гарный отбир должен быть, чтобы все было, знали, что пришли сюда. Люди бачили, чтобы взяли только хорошие, качественные творцы. Действительно творцы, художные. Ходить на слово художные творцы. Это хочется побажать. Это главное. Невзалежность. Это традиционное живописие, монументальное. Это мононконформисты. Главное, чтобы... Это художный творец. Я думаю, что для этого и есть тот представка, который працюет, дай Богу. Будет выбирать самые хорошие работы, самые хорошие творцы. Потому что все зависит. Это наш, как говорят, наш ремень должен быть, чтобы знали, что спорцы художников, сколько хороших художников, которые працуют, дайсно, как говорят, высоко художные творцы. Ну, вот это, чтобы сказать, в общем-то, еще раз побажать вам все на краше, всем. Ну, хай у каждого... У каждого 2020-го года мыть будет счастливой. Все на краше. Я думаю, что... Я думаю, что... Ну, вот, очень желающие. Желающие. Кто хочет сказать, поздравить? Не хотят поздравлять. Ну, достаточно. Я хочу так даже еще раз присоединиться. Хай счастливым. Ну, в 2020-м уроке. Во всех отношениях. Будьте счастливы, друзья. И до новых встреч на наших вернисажах. Так, все. Выставка открыта. Объявление по поводу этого. Очень долго делал работу. И очень приятно то, что был конкурс по поводу монументальной работы на пленере, которую сделал... Выбрали работу Савченко Сергея. И он ее долго отливал, долго делал. Где-то полтора-два года. И в пятницу, в два часа, там где-то 150-100 метров от нашего памятника Славы, в парке Шевченко, там будет установлено пять стел. Декоративно-прикладное, вот такое декоративно-монументальное искусство. Вот, в два часа, в пятницу, 27-го числа. И он просил, чтобы я объявил, пожалуйста, по возможности, подойдем, посмотрим это. Давайте я покажу, как что басится, таки вот, роблятся, не знаю, такими вот сельскультурами. Да, да. Это я розумею, да, парке Шевченко? Парке Шевченко. Не, они сейчас запаковывают Саламаду, да? Под победой Кимченко. Парке Шевченко. Парке Шевченко. Парке Шевченко. На Суворовске аллее. Между вечным огнем и это самое, это вот, и крепость. Два часа, в пятницу, 27-го числа. Так, выставка открыта, пожалуйста, просят подойти, выпить стакан хорошего. Спасибо.